На прошлой неделе мы познакомились с представителем одной из старейших и известнейших династий среди московских предпринимателей. Предки Андрея Лепёшкина строили храмы, открывали предприятия, училища и активно занимались благотворительностью. О том, как изучение истории своей семьи привело к интереснейшему влечению реконструкции военной формы, смотрите прямо сейчас. По словам Андрея, гражданскую войну реконструировать легче. Его деды и праведы воевали в Белой армии и вооруженных силах Юга России. Постепенно в коллекции появились формы так называемых цветных полков. Погоны, шевроны, нашивки – каждая деталь лучше любого досье. Теперь в их арсенале соседствуют и буденовки, и редкие значки. Вот знак за отличную стрельбу 20-х годов, который производила артель художественный эмальер с горячими эмалями. Вот видите, тут красноармеец с винтовкой. Ну, весьма стилизованный пулемёт, конечно, тут просто ужасный. Вот интересная история вот у этого значка. Это выдавался танкистам за отличную стрельбу. Вот это, собственно говоря, практически единственный знак, которого могли лишить. В отличие от многих, Андрею Лепёшкину мало покрасоваться в редком обмундировании на забаву публики. Его цель – хоть на время оказаться в шкуре солдата минувших времён. Почувствовать все минусы неудобной одежды и хлебнуть из котелка – скромный обед. Попытаться пожить той жизнью. Когда ты берёшь, например, список, в котором там написано 2 фунта пшена, вот, и насыпаешь в мешок там и несёшь. И понимаешь, что сейчас ты можешь взять какую-то вещь в упаковке и перекусить. Но тогда ты должен был остановиться, достать котёл и сварить себе кашу. Никто солдату не ответил, никто его не подстричал. И только тёплый ледний ветер траву могилю качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой. Бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Андрей чётко придерживается правила – деталей много не бывает. Чем больше атрибутов, одежды, документов, коробочек, монет и прочего, тем лучше можно понять давно ушедшие времена. Взрывайте, дробите мир старый в разгаре вселенской борьбы. И в зале вердяных пожаров не знайте пощады. Душите костлявое тело судьбы. Рабы, зубами рвите порфиры. Топчите короны владык. Закованы руки, есть лбы. Лбами разбейте кумиры, Чтоб в пламенном мире горланил набатный язык. Вот первый образец формы Красной Армии. Это так называемая Таманская Красная Армия Епифана Ковчуха. Вот. И вот здесь вот немаловажный факт. Вот это вот расположение звезды и вот этого треугольника, которое означает, что это командир отделения. У белых был добровольческий угол в виде триколора. Скоро эта традиция перекочевала и к красным. Поменялось только направление острия. Вот здесь вот есть значок такой, который обозначает, что его владелец – это командир Красной Армии. А вот Буденовка – самое, что ни на есть настоящее. Кстати, у колчаковцев была точно такая же шапка, только без клина. Это вот в Харькове, в Одессе – это первые рабочие, как бы сказать, дружины, которые вот в 1917 году как бы устанавливали советскую власть. Но вот этот значок именно выдавался в 1967 году, потому что первые значки, которые были в то время, у них вот вместо 1917 был номер здесь, выбит. Это форма времен Первой мировой войны. Значит, командира, собственно говоря, пулеметного подразделения 137-го Нежинского пехотного полка, располагавшегося в городе Рязани, где сейчас у нас находится филармония. Вот часть здания филармонии – это церковь этого полка. А где стоит памятник Памову, был его плац. А на пересечении улицы Садовой и Вознесенской – штаб. Там сейчас люди живут вот в штабе 137-го Нежинского полка. Что после русско-японской войны было принято, что офицеры за ранения носили на левом рукаве вот такие полосочки. То есть сколько ранений – офицеры желтого цвета, солдата там, ну, оранжевого или белого. Вот эти буквы УД, о чем говорят? О том, что человек получил три ранения, и, видимо, достаточно тяжелых, и будучи право имел комиссоваться из армии и уехать домой, но не счел возможным для себя оставить действующую армию, он вот такое почетное звание – увечный доброволец. И что интересно, больше всего таких людей было в подразделениях 69-го Рязанского пехотного полка. А вот и символ белого движения – форма дроздовцев с малиновыми погонами. Это икона, это последние крестоносцы распятой Родины. То есть люди, которых не удалось порубить ни первой конной армии, никому. Красиво и реалистично показать кусочек жизни обычного солдата Андрею помогает творческая профессия. Несколько лет ищет выгодный ракурс и думает о композиции, вооружившись современным инструментом – видеокамерой. Задача-то непростая, чтобы поверили. Вот я не знаю, у меня у деда, вот как отец мне говорил, у него было такое ощущение, что он всегда хотел пафосной смерти. То есть, ну, не знаю, вот это то ли это конец, вот 19-го, начало 20-го века, время такое было. Бой гармоника в юге на зло, Заплутавшее счастье зови. Вот, например, шеврон Корниевского полка. Это штабс-капитан Неженцев организовал из офицеров, создал целый, можно сказать, библию добровольца, то есть кодекс. Многие, признается Андрей Лепешкин, не видят перспективы в изучении истории своего рода и реконструкции. Но его, как человека привыкшего идти поступательно, это не останавливает. Пришлось потратить немало сил и нервов при создании фильма о знаменитой прабабушке. Последняя настоятельница троица Дегитрева из Осимовой пустыни и Гумене Афанасии. Сейчас эти кадры смотрят в Москве, США и Канаде. Вдруг ни с того ни с сего возникла идея, надо снимать в город Рязань, надо снимать вот тех, кто здесь делал. Причем это не Рюмин и не Живаго. То есть есть еще громадное количество людей, которые много сделали. Например, у Селиванов, он тот же Горбатый мост построил. Никто не знает, что это. Честно говоря, да. Да, Селиванов. Причем Селиванов-Селиванов стали про него снимать. Вдруг оказывается, что Марина Вячеславовна Чернышева, директор музыкального театра, его прямой потомок Селиванова. И у нее есть и фотографии, и она слышала воспоминания про бабушки своей. Благодарю ей она стала заниматься музыкой. То есть вот все это сшивается в единое полотно, потому что это нужно. Егуменю Афанасию Александру Васильевну Лепешкину арестовали 25 мая 1931 года. Кое-кто из жителей села написал анонимку. Ее обрывок тоже часть семейного архива. По нашим сведениям Лепешкина – дочь фабриканта. Хотя во всех, то есть в допросных листах написано, что она представлялась как дочь сотрудника, известного в ту пору в Москве, такого торгового дома, можно сказать, супермаркета, как Мюрмерлис был тогда такой. То есть она представляла, что дочь служащего. Я прочитал, например, в протоколе допроса, в котором написаны последние слова ее, и подпись стоит под ними, что готова за Бога и Христа жизнь положить. То есть она была в своих убеждениях тверда. Похоже, это еще одна немаловажная фамильная черта всех представителей династии Лепешкиных. Фамилию, которую ты носишь, она как бы не тебе принадлежит. И люди много сделали, и гораздо больше тебя. И как-то порой останавливать, надо сказать. Помните, чье имя носите, твердят из поколения в поколение в этой удивительной семье. Может, Андрей Лепешкин по образу и подобию предков шоссе не проложит и училище не построит, но еще один храм точно сдержит. И, конечно, не даст кануть в лету истории своего семейства. Редактор субтитров А.Семкин